что там в крыму произошло в крыму ну американская ракета и кажется штуки 4 летели было сбила а там она была с кассетной боеголовкой эти бомбочки рассыпали поубивали поранее как обычно а зачем его российское сбивает над пляжем ракеты криворукие потому что но как украинское пво сбивает ракеты российские они падают на живую застройку все точно так же симметрично зачем сбивают какие задачи выполнены по специальной военной операции мы не докладывали третий год третий год войны что-то что сделано хотя бы на третий год войны может чем-то похвастаться я хвастаться не буду меня эта война очень сильно огорчает мне про ее ход не докладывают я сам шоке от этой войны поэтому а в откуда с какого места города деревня села из харьков да у вас там круто как говорится центр попали тоже наши бомбочки управляемые не знаю там сбивали их как или нет но я я видел кадр по харьковой торговой центре прилетала да ну когда градами по центру да потому что дурак потому что на мой взгляд надо было бы признать самые донбасские эти вот сепаратистские республики ну и все на этом так выстрел из пушки одной украинский десять русских сто десять украинских сторону чтобы ни одного выстрела не было так и как северная южная корея так бы вот фронт застыл бы без одного выстрела вот и все на этом бы и вот так бы и продолжалось бы все а вот так путин решил ему там всякие вот и подсказали пустим вот армаду танков потом по крещатику парадом пройдем зеленского скинем ну вот так вот разгильдяя и идиоты ничего не согласно ну простой народ страдает а зачем признавать сепаратистские а может быть чечну надо было признать независимой турции ну а зачем вот зачем а зачем путин крым украл ну не знаю я сам вот поскольку я сам украинского происхождения так и жена у меня тоже украинка вот я между русскими украинцами для меня разницы нет русский украинец для меня это один тот же народ так но в крыму две трети живот живет живет русских до которых русский является родным их насиловать мовой вот я люблю украинскую люблю песни украинские вот шановный пан разговаривайте украинскую боя ее трошки разумею или вы не умеете а ну вот ну вот а понимаете в чем дело а вот в крыму заставляют людей да приходят серьезно да крыму несчастных заставляли на украинском говорить а на остальную территорию украине заставляли да чё ты вот чё ты мне вот здесь старый горбатого-то лепишь это оправдание преступления называется если бы там русских принижали они бы в россию убежали из крыма а русские побежали с донбасса куда когда туда защитники пришли вот тогда побежали на все на все территории русскоязычные живут и никто не бежит пока туда защитники не приходят с московии дать я вас еще послушаю на чём я все сказал ты мне здесь лепишь горбатого про то что там кого-то заставлял вы сделали вы вот так вот такие как путинцы сделали всю украину русофобами понимаешь вот вы именно сделали когда крым украли и кровавый рок-н-ролл устроили в донецке и в луганске и вся украина сразу за русофобами благодаря насчет всей украины не знаю а вот крым ну крым он в основном он был всегда и остается русским крым исторически русская земля да 200 лет уже русская земля даже больше двусот в смысле и останется и катерина еще его разгромила крымское ханство а кто там воевал за этот крым русские люди воевали да запорожские казаки там воевали а дело в том что тогда запорожские как показать были российскими гражданами и что на часть правильно правильно вы говорите вопросов нет а почему при развале российской империи который сейчас продолжается эта территория должна отойти российской федерации российская федерация какого отношения крым имеет у меня решение здесь простое надо людей спросить каком государства не хотят жить очень просто вот как во время после первой мировой войны проводилась граница между германии и польшей провели плебисциты и кстати говоря в восточной пруссии там часть были области где подавляющее большинство было этнически польского населения а проголосовали за то когда это будет герман когда это было после второй первой мировой войны вот после после фашистской германии это делали вот после гитлеровской германии это дело вот после путинской россии может быть украина проведет какой-то референдум у вас это точно касаться не будет понятно мы зашли захватили правительственное здание с оголенным оружием вышли на улицу и провели референдум да зашибись вы устроились бы зашибись вы придумали так референдум не проводят ну почему не проводят нет люди с оголенным оружием эти зеленые человечки там стояли ну и что что значит ну и что ну как и что вот что украинские войска делали в да когда урок и ирак захватили американцы оккупировали FR mom equation woman сейчас правило украинские войн войск avait оккупацией рак причем его этого básicamente но как допустим например да никакой оккупации создавались украинские флаги в раке американские флаги там не развивались там как был ирак так остался под своим флагом. А вы пришли на Донбасс, вы пришли в Крым и повесили свои там тряпки эти власовские, предательские. Че ты мне здесь рассказываешь эти сказки-то? Ну, за счет Крыма все-таки там кто живет в основном? Русские или украинцы? Да неважно, кто живет. Понимаешь? Нет, нет. А в Австралии кто живет? А в Австралии кто живет? Нет. В Крыму-то все-таки больше живут русские или украинцы? Я тебе вот объясню. Есть так называемые аглосарцы, которые живут в Канаде, которые живут в Америке, в Англии, которые живут. В Великобритании я сказал, Новая Зеландия, Австралия и что? Что они говорят на английском? Что это значит принадлежит Великобритании, что ли? Да мало ли кто на каком языке говорит. В Швейцарии разговаривают на трех языках. На четырех. Там ли это романский еще? Ну, тем более. В Канаде разговаривают на двух языках. На французском и на английском. И чего? Ну, и что? Ну, вот и все. И так же в Украине. И так же в Украине. Какая разница, на каком языке ты говоришь? Это не значит, что это принадлежит России. Ты что, не понимаешь, что ли этого? А люди имеют право выбрать, в какой стране жить? Имеют право. Подействующие украинские конституции. Они имеют право это сделать. Да бог с ней, самая... Украинская конституция для тех, кто в Крыму живет. Это пустой звук. Вот люди взяли, и автономная республика Крым, ее Верховный Совет, постановил провести референдум. Нет, этот Верховный Совет сначала сводили в вооруженные люди. И под автоматами они там проголосовали за этот референдум. Не надо мне эти сказки рассказывать. Сначала это было захвачено спецподразделениями Российской Федерации. Все правительственные здания. Украинец он сидит. Посмотрите на этого хохла. Нет, самая... А как вас зовут? Меня Сергей зовут. Для тебя я Сергею Александровичу. Я Сергей Николаевич. Сергей Александрович. Ну, все-таки. Значит, имеют право люди жить в той стране, где им более комфортно. Наверное, да. Значит, вы скажете, тогда канайте из Крыма в Россию и там и живите. Да? Такое решение. Или они могут прям с той землей, где родились и где их предки жили, вместе прям с Крымом перейти в Россию. Значит, нельзя. Там жили татары всегда, крымские. А заселили в сороковых годах НКВДшниками, там после войны заселяли этот Крым. Что ты мне здесь рассказываешь-то? Про русские. Во всяком случае. Русские. Знаю я там этих русских. И сейчас там две трети живут русские. Бывшие отставники все, русские там. В Крыму там живут две трети. Мы понаехали, как говорится, понаехали в Крым. Две трети русских там живут в Крыму. Вот так. Да я тебе еще раз объясняю. По поводу Австралии, Новозеландии и других стран. Не важно. Вы по всему. Все, вопросов нет. Никто тебя не трогает. Встал на колени перед флагом. Поцеловал желто-блокитный. Поклялся. И живи ради бога. А не хочешь жить? Собрал чемоданы. Езжай в Магадан. Там хорошо, наверное. Ну вот. Все-таки реальность-то такова. Реальность надо признавать. Американцы пришли. Косово было сербское. А теперь оно незалежное. Вот потому что они. Сейчас ведь в современном мире кто сильный, тот и прав. У кого шашка, тот и прав. Вопрос нет. Есть одно но. Есть одно но. Россия не сильная. Вот и все. И земли ты будешь считать после окончания войны. Война не закончена. Цеплят помощи считают. Вот если, как ты сказал вначале, Путин дурак, дурачок, не влез бы в войну, Крым бы, наверное, еще лет 20-30 или, может, хрен его знает, сколько бы оставалось его в России. А так как он влез, наступил, как говорится, ногами в жир. Теперь ты будешь считать свои земли после окончания войны, когда Россия начнет распадаться. Вот тогда ты их посчитаешь, что там от России останется. А вы думаете, что Россия будет распадаться? Я думаю, что все развивается по спирали и по истории. И это империалистическая война по захвату чужой территории, так же, как была Первая мировая. Все примерно плюс-минус так же. Понимаешь? И закончилась она, мягко говоря, не очень. Империалистическая переросла в гражданскую. И наша задача, чтобы она переросла в гражданскую войну на территории Российской Федерации. Ну, как там? Пословица. Дурень, думка и богатие. Пригожин уже вам показал в прошлом году, как это бывает. Ни одна сволочь не вышла Путину в щадь. Он очень плохо. Никто не вышел Путину в щадь. Что? Пригожин мне был симпатичен. Тебе был симпатичен? Мне симпатичен. Да. Ну, по крайней мере, мужик был такой крутой. Хотя уголовник, конечно. А чем он тебе нравился? Ну, потому что организатор хороший. Организовывал... Нет, ну, вот, если объективно взять, частная военная компания в мире, вот, если так посмотреть, аналогов нет. Эффективность, вот, чисто боевая, вот, безотносительно. Нравится, не нравится Бахмут. Ну, взяли, да. Ну, да, 100 тысяч мужиков русских убил. А зачем там солдаты погибли российские? Знаешь, зачем они там погибли? Да зря они погибли. А Пригожин тебе нравится? Я тебе объясню, почему. Вам терпил, ему нравилось по одной простой причине. Что вам может Путин сделать? Швабру в жопу запихать в тюрьме. Все, что он может. А Пригожин еще может кувалдой по башке ударить. Вот это крутое. Вот взять без суда и следствия и бошку тебе размачить. Ну, хорошо. Вот поэтому вам нравится. Потому что вы терпилые. А Зеленский вам нравится? Терпеть от таких. А вы получите Сталина? Вы хотите Сталина, Пригожина, вы его получите. Не переживай. Вот лично ты его получишь. А Зеленский так? Крутой был? А Зеленский был раньше клоуном. Капитаном Ковыленской команды. А Путин влез в Украину и сделал из него военного лидера. И сейчас Путин клоун. Ничего с Украины сделать не может. А Зеленский превратился в военного лидера. Он со своим народом защищает Украину, украинский народ от захватчика. Вот что делает Зеленский. И Путин ничего... Хвоста накрутил Путину. Вот он такой Зеленский. Третий год войны. Ни хрена ничего не может и с Украиной сделать. Наверное, еще 7-8 лет война пройдет. О, да-да-да. Куда же? А где же мощь-то путинской армии-то? Где она там? Великая Россия. Ты же там говорил, Крым там всегда был. Пытаетесь себе чужие заслуги на себя навешивать. Все, что вы завоевывали, это вы завоевывали с украинцами или благодаря украинцам. Да. Героев Советского Союза в Афганистане было больше украинцев с украинскими фамилиями, нежели чем русских. Хотя по процентам соотношений русских в Афганистане воевало больше. Вы на кого напали-то? На богатырей. Ты же в Украине. Знаешь, где мощи Илья Амуромцы лежат? Знаешь, где? Фамилия. Я знаю, знаю, в Киеве. Вот. Вы на богатыре напали-то. Да. Я знаю, я сам физически силен. Вот. Богатыри. Я знаю, что украинцы, они у Перты. У меня фамилия Полищук. А у вас шановный. Да у меня русская фамилия. Я русский. Да. Говорите слов, фамилий у тебя здесь не может. Ну, понятное дело. Нет, не важно. Не важно. У меня фамилия настолько часто распространенная, что я обнаружила. Это на Украине Полищук, но это почти как Ивану. Очень распространенная фамилия. Эх. Жили бы мы в одном едином государстве. Зачем? 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 Да. Вот пока Путин не напал на Украину, любой русский мог садиться на свою машину и по внутреннему паспорту ехать в Крым. И так же украинец мог садиться и куда хочешь ехать на своей машине. Спокойно. И как сейчас я тебе приводил англосаксов, которые живут. Они берут свой загранпаспорт или обычный паспорт и летят, хочешь в Канаду, хочешь в Соединенные Штаты Америки, хоть в Австралию, хоть в Новую Зеландию. Люди дружат и не парятся, что они в разных странах живут. А Путин сделал все, чтобы нас рассорить. Врагами сделать навсегда. Путину скажи. А вот это я согласен. Теперь русофобу по всему миру в сто раз больше стало благодаря этому сволочи. Насчет того, что Путин напрасно эту войнушку начал, я же с самого начала сказал, что ты согласен. Да, ты начал? Ты только начал мне здесь про Крым рассказывать. Оправдывать его преступления. Крым, Донбасс, это все преступления Путина. Явные открытые, военные преступления по захвату чужой территории. Я считаю так, что Крыму лучше в России. Вот моя такая точка зрения. Более естественно, там люди всегда говорили по-русски. Менталитет русский был. Это была часть России. До 54-го года и формально была часть России. Вот Хрущев, украинец Хрущев, взял его, просто вот так взял и Украине передал. Это просто выверт истории. Просто аберрация. А Белгородскую область зачем России передал? А проходила граница так, что вот русские и украинцы, я их не различаю. Провести границу так, чтобы слева жили украинцы, Никому ничего не передавало. Это было единое государство, Советский Союз. Просто с точки зрения хозяйственной деятельности, с учетом того, что не было воды, воды в Крыму не было, и Украина поставляла воду. И просто было так проще. Да и все. Это внутренние были. Никто там особо ничего не передавал. Никто не знал, что будет страна разваливаться. Никто не знал, да. А вот нужно было после развала провести референдум и по плебисцитам, чтобы люди проголосовали, в какой стране хотели жить. Тогда бы не было проблем. Донбасс бы в России был, Крым бы в России. Где-то в Белгороде, вот там районы, которые чисто украинские, перешли бы к Украине. Вот по плебисцитам провели, провели бы границу по желанию людей. Кто где хочет жить. И не было бы проблем. Я считаю, что Сибирь, например, лучше будет в Китае. Как тебе такое? Как тебе такое? У меня так раз. Да. А это самое. Соживут зато. Смотри, как Китай развивается. Давай проведем референдум по Уральские горы. А зачем? По Уральские горы. И будет великий Китай на этой территории. Сидит здесь, распоряжается чужой землей. Была ваша, стала российская. Ничего не стало. Я тебе еще раз говорю. Земли ты будешь считать после окончания войны. В 41-м году Гитлер полностью оккупировал всю Украину. Только считали не в 41-м, а в 45-м. Понимаешь, как это работает? Так же забудь про это. Россия распадется. Посмотри, что от России вообще останется. Сколько Сибирь, сколько Сибирь Китай заберет, сколько Тюркский мир хапнет. Там Башкортостан, Татарстан, Кавказ уже сегодня заполыхает, начинает полыхать. Северный Кавказ сейчас заполыхает. Подожди, все будет красиво. Все Путин к этому и приведет. Он или две вещи, или к ядерной войне приведет Россию, или он приведет к гражданской войне. В эту сторону ты двигаешься. Туда, туда. Все, давай, ты меня утомил. Ну, предсказание. Все, короче, пошел он нахер, блин. Субтитры сделал DimaTorzok